Пошла запись. Итак, я слушаю, значит, вопросы, какие есть для начала. У нас сегодня мы разучиваем четвертое упражнение, у нас половина формального комплекса в руках. Да, это имеет место быть, у меня снят учебный ролик по этому поводу. Просто пока мы разбирали полностью и подробно предварительное подготовительное дыхание, часто это была слишком большая объемная информация. У меня есть и учебные видео, и мы как только этот комплекс целиком разберем, я планирую их подключить, добавить, чтобы не было путаницы в голове. В принципе, даже для очень тяжелых инвалидов, даже для людей в возрасте, я могу напомнить, у меня занимались люди за 80. Мы не делали подготовительных упражнений, мы просто делали этот комплекс. Потому что обычно он делается, вот пришли, стали, как вот я сейчас, и сделали. Можно добавить дополнительное, которое усиливает нашу концентрацию, мы их добавим. Ну, в общем и целом, даже очень пожилые и очень больные люди спокойно, потихонечку. Первое упражнение, Шан Шо Туэ Цюэн Ви Сан Цяо, две руки поддерживают небо, оно же абсолютно легкое, расслабленное. Что тут готовится? Оно само по себе очень мягкое. Вот, будет у нас в конце, и все занимаются, выучат, вот тогда и добавим, чтобы не было перегрузок. Все очень просто. Привыкните вот эти движения заполнять потихонечку, вот с изерцами, увидите, как меняется ваша жизнь, мы добавим еще и то, потому что там оно уже такое более, скажем так, эзотерическое, что ли. Хотя объяснения с точки зрения физиологии я вот все расскажу на вопрос. Такая история. Так, пожалуйста. Всем пока. Ну, пока-пока. Ну, и мы говорим пациенту такому, что ему не надо перенапрягаться, если у него цель легких слабая, то есть слишком сильно. Поэтому подойдет йога и цигун, шведская ходьба с палками для укрепления легких и поддержания основной дзунци, то есть та, которая в легких, страшневая. Посоветовать меньше болтать. То есть удерживать цель, потому что много речей, они истощают цель легких тоже напрямую. Отсюда, когда не желает говорить, ну, ничего. Это является симптомом и советом. Не тратишь свою цель на разговоры, если можно не разговаривать. И, конечно, вот этот момент очень важный. Мы вначале говорили про этиологию. Там третий вариант этиологии – это грусть, тоска, печаль. То есть надо ее всеми возможными способами, вот эту тоску и уныние, пытаться изживать. Когда мы обсуждаем вопрос пустоты цель легких, мы смотрим еще всегда возможные осложнения. И это позволяет вот в голове все правильно удерживать и понимать, к чему приведет потеряться легкими. Она приведет к тому, что сами легкие, которым нужна сухость, они эту сухость в себе не могут поддерживать. И поэтому в легких начинается скапливаться сырость и мокрота. Легкие связаны в системе таин с селезенкой. Поэтому если человек не глубоко дышит, у него и ци селезенки тоже будет истощаться. И поэтому вот этот симптомокомплекс одновременной пустоты ци легких и селезенки, где к слабой речи, слабому поверхностному дыханию будет присоединяться все больше общая слабость всего организма и истощение крови. Пустота ци легких приводит к пустоты ци почек. Отсюда так важно занятия цигуном, пранаямами, в которых именно с помощью сознания мы вдох опускаем до нижнего киноварного поля, до почек. И удерживаем там. И в занятиях цигун, и в пранаямах. Поэтому очень важно, чего не так много в цигуне, это задержки дыхания, которые тренируют легкие. Тем самым увеличивают их функциональные свойства. Потому что поверхностное дыхание, короткое, частое, это как раз и есть неспособность легких действительно удержать эту ци и передать ее клеткам и тканям в виде кислорода и в виде вообще энергии. Поэтому за пустоту ци легких мы предполагаем пустоту ци селезенки и просто пустоту ци почек. И, соответственно, профилактически мы пациентам назначаем лекарства, как я говорил, типа женьшени, которые все эти три органа вместе и укрепляют. Легкие, помимо селезенки, как система таинь и почек, как органа, связанного по системе металл-бода, последовательно идущая в системе усинь, еще связаны с сердцем, потому что они, легкие сердца, вместе находятся в верхнем обогревателе. Поэтому за пустотой ци легких следует пустота ци сердца. И здесь это аспект будет как ослабление циркуляции крови, которая контролируется легким. Поэтому здесь будет не только бледность кожных покровов, но и зябкость, синюшность, связанная не столько с застоем крови, сколько просто со слабой циркуляцией этой крови из-за сердца. Наоборот, тахикардия, потому что сердцу мало не хватает крови, и за счет этого она не реже будет сокращаться, она чаще будет сокращаться. А это будет симптом слабости сердца. И, конечно, психоэмоциональные факторы. То есть грусть и печаль, она будет ранить сердце, которое связано с эмоцией радости. И поэтому, собственно, это получается два противоположных эмоция. Эмоция радости сердца и эмоция печали легких. И поэтому вот эта печаль и тоска, она поглощает радость сердца. И это тоже как проявление пустоты ци сердца. Также здесь будет нарушение сна, например, поверхностный сон. Как пустота ци сердца сердца. Поэтому мы укрепляем еще и этот орган, предполагая, что может быть следствием повреждения его после пустоты ци легких. И в завершение легкие контролируют защитную ци. Поэтому при пустоте ци легких пациент часто болеет простудными и другими заболеваниями от наружных патогенов, проникающих снаружи. Через повреждения защитной войцы. И таким пациентом мы профилактически должны назначать что-то типа нефритовой ширмы от ветра. То есть лекарство, в котором будут те же самые острые и теплые препараты. которые укрепляют защитные войцы. Из которых мы перечисляем, как важные, это, например, Сапожняковья или псевдозавещатка поперечно-листная. Тай Цзэсэн. Великий детский женьшень. Тай Цзэсэн. Тай Цзэс. Сапожняковья.